Девочка-пай Доброго здоровья, друзья! С вами Лохматая Душа. И сегодня я расскажу вам о судьбе других собак. Перед этим был ролик о Спаниэльке. О том, как ее предали, как пытались использовать. И никто не хотел оказать ей помощь, перекидывая ее с одних рук в другие. Этот ролик тоже о боли, но он о совершенно другом отношении к животным. Перед вами сбитая девочка Мира. Сначала ее назвали Пальмира, но потом решили сократить и имя оставили ей. Мира. С Мирой произошел несчастный случай. Водитель не виноват, машину просто занесло, а малышка попалась на стечение обстоятельств. Ну что удивительно, человек, сбивший собаку, не бросил ее, как обычно, и не умчался даль. Он выскочил из машины, подобрал собаку и срочно привез ее в клинику. Уже в клинике начал искать для нее помощь. С помощью врачей. Барков позвонил мне. И, разумеется, я сказала, да, мы возьмем. К тому же, когда Барков сказал, что водитель, сбивший собаку, готов полностью оплатить операцию, сколько бы это ни стоило. Друзья, перед вами второй сюжет человеческого отношения к животному. К чужой собаке, сбитой, пусть ненамеренно, но человек осознал всю ответственность. И как мог, постарался исправить зло. Миру прооперировали. И мужчина полностью оплатил все счета. Полностью, друзья. А это порядка около 30 тысяч. Мужчину зовут Андриан. Красивое имя. Красивая душа. А то, что с нами иногда случаются вот такие страшные сюжеты, мы в этом не виноваты. Если бы знали, где упадем, не пошли бы той дорогой. Свернули бы на другую улицу. Так же получилось и в этом случае. Судьба свела, словно для проверки человечности. И мужчина прошел эту проверку. Выдержал экзамен на доброту. И я всем сердцем желаю ему доброго здоровья. Несмотря на боль собаки, несмотря ни на что, я желаю этому человеку и всей его семье доброго, доброго здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин his Coconut Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но уже утром было ясно, что с ними что-то не то Ребенку было плохо и не ел ни он, ни мама Только пили много воды А ближе к обеду малыша вырвало огромными сгустками крови Дагара сразу положили на капельницу Осмотрели Арсу и поняли, что мама также отравлена Ее также начали капать Маме сегодня полегче А ребенок тяжелый Все будет хорошо Такой ребенок у нас Хороший Малыш очень тяжелый У него уже сутки глазки закатил Мы делаем, что можем, ребята Но малыш очень тяжелый Но, по крайней мере, кровью больше кусками не рвет Трое суток, друзья Трое суток тяжелой борьбы за жизнь Пришедших за помощью зверей Малыш через сутки словно впал в ком Он закатил глаза И не реагировал Ему делали вливание Капали Отпаивали Делали клизмы Ребята, мы всегда боремся до последнего И пытаемся использовать все, что сделали бы для человека Я боялась, что мы не сможем вытащить малыша Особенно, когда увидела его закатанные глазки Когда пыталась приоткрыть веко, а там было просто бельмо И когда он дышал уже животом, а не грудью Ребята, это страшно Я не знаю, как другие А мне всегда больно Ревешь, нервничаешь Но я понимала, что выше головы не прыгнешь Поэтому делали то, что можем И знаете, какое счастье было, когда на третьи сутки к вечеру Ребенок вдруг начал пить воду И меня поразила опять его мама Когда малыш Покачиваясь, сел на пол Мы его вытащили с капельницы Все И разместили на коврике специальном Подвинув к нему поближе водичку И он начал ее пить Арса в это время ела кусочек мяса Вы знаете, она подошла к ребенку и просто отрыгнула это мясо и положила ему А сама села рядом и смотрела Малыш не ел, разумеется, потому что он только-только начал возвращаться к жизни А она пыталась его вылизывать Ребята, это Ее любовь, она вообще необыкновенная Она необычайна И очень рада сейчас, друзья, сказать вам Что малыш вне опасности И что сейчас он играет с мамой на улице И очень быстро идет на поправку Он начал кушать А теперь, ребята, мы ищем Семью, которая готова взять Их обоих В один дом И маму, и ребенка Разлучать эту пару я никогда не буду Никогда Я найду им дом, где они будут жить вместе Они это заслужили Она заслужила Как мама Это ведь ее последний ребенок И, скорее всего, единственный из выживших Друзья, перед вами история Трех собак Но она человечнее Чем та Про которую мы рассказали вам в предыдущем ролике О Джессике Но в которой видели только машину для производства Щенят на продажу Перед вами два случая Человечности И вам, друзья, решать На какой вы стороне? На стороне добра? На стороне зла? Или равнодушия? Каждый из нас проходит свой экзамен в этой жизни Экзамен на человечность Я всем сердцем желаю Всем вам Сдать его на отлично Друзья, приют по-прежнему засыпает снегом И нам необходима ваша помощь Мы рассказываем вам отдельные истории О жизни одного или другого нашего питомца Но остальные Они пришли с такими же тяжелыми судьбами А сейчас Сейчас только вы можете им помочь Вы помогли им раньше Избавиться от боли Помогите им сейчас Просто выжить Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал Добро пожаловать на наш канал Добро пожаловать на наш канал